Вы знаете, я не думаю, что ему было душновато, потому что он Москву не воспринимал так, как ее воспринимают многие. Это для него была не столица, не огромный город, а он жил в конкретном месте, которое и назывался рабочий поселок. Это Москва, но это такие немножко выселки московские. И этот дом, этот первый этаж, это очень маленькая квартирка, хрущевка практически. Там было очень много книг и очень мало другого пространства. Там был диван и книги, вот всё, и крошечная кухонка, больше ничего. И это было его пространство. Я думаю, где бы он ни находился, это было просто его пространство. Это неважно было, это мог быть большой город, по-моему, он был в Нью-Йорке, да. Он много бывал в Европах, где его любили, Москва. Это то же самое, что была его родная деревня. Это вот как-то не отличалось друг от друга для него, потому что он действительно не жил в внешнем пространстве. Он всегда жил только внутренним пространством. Вот мне так казалось, да. Как снег Господь что-то есть, и есть что есть снега, когда душа что-то есть. Снега, душа и свет, а все вот лишь о том, что те, как смерть что-то есть, что как они и есть. Призналь, что есть и вот, средь света тьма и есть, когда опять снега, о Бог, опять снега, как может быть, что есть. А на проверку нет, как трупы есть и нет. А есть муляж страна, вопроса нет, что есть, когда народ глагол, который значит нет. А что такое есть, при чем тут это есть, и лик такой муляж, что будто только есть страна, что тьма и лик. Эпоха трупы такой, а есть одно, что есть, когда их сразу нет. О, Бог, опять снега, их нет, как есть одно, лишь мертвезна страна. Есть так, что есть и нет, и только этим есть, но есть, что только есть. Есть вихр, как чудом вмиг, нет мертвости страны. О, Бог, опять снега, душа, снега и свет, о Бог, опять снега, а будь что есть, их нет. Снега, мой друг, снега, душа и свет и снег, о Бог, опять снега, и есть, что снег, что есть. Снега, мой друг, снега.